доброе утро родные мои у нас сегодня 11 ноября 2021 года и на улице пасмурная холодная погода но тем не менее жизнь продолжается ждем снега снега еще не было никак что в общем то немножечко удивительно так как с покрова начиная с октября с 14 числа снег вполне вероятен и возможен но по моему прогнозу как вы смотрели наступит зима твердая 30 ноября березы нам об этом рассказали поэтому будем ждать а я отвечаю на ваши вопросы следующий вопрос как вы относитесь qr-кодом такие квадраты с белыми и черными ячейками которые закладывают целую информацию несут в себе большую информацию такой способ написания текста дошли до такого способа это очень похоже можно так сказать на ячейке компьютерной матрицы компьютерных систем где 0101 или плюс-минус плюс-минус электрический здесь черный-белый черный-белый и поэтому информации достаточно много заложено как я к ним отношусь и и ждут от меня ответа для чего почему-то вот эти отношения каким-то вещам в церкви для кого-то определяют верность какой-то церкви определяют качество самого человека я ответь я одним образом я значит для кого-то одних правильный и хороший ответь я другим образом я буду прямо исчадия ада тем более что уже где-то кто-то что-то рассказал где-то что-то высказался хотя сейчас никто не может сказать где кто что высказал если нет записи видео того как этот человек произносит что-то то можно запросто написать от кого хочешь какую только чушь не несут какие только значит тексты не встречаются вчера один мне прислал было конференции в москве и вот то-то то-то столько врачей они все против вот врачи такие-то подписи врачей сейчас не сложно сходил в интернет задал вопрос конференции такая-то и нету никаких сведений не было никакой не может быть сейчас конференции да еще с таким количеством всяких академиков и все остальное чтобы она не выскочила в интернете а текст который рассказывает про эту информацию он может и так висеть без всякого сообщения конференции вот нету такой конференции а текст есть и они все против чего-то они там доказывают чего-то и мама не говорю я пишу человеку не было такой конференции думаю как он мне ответит он мне пишет почитайте между строк что мне между строк читать в выдуманной тексте выдуманного конференции где выдуманные какие-то списки каких-то специалистов я пишу не было такой конференции вон мне три голубя отвесил какими-то этими значками и ушел все все сегодня такую же чушь читаю про графен что кто-то чего-то где-то изучил какой-то японский ученый выяснил состав всех вакцин и обнаружил такое это и там один графен железо какое-то какие-то цинки в общем один химический состав чушь просто вот ну вот просто собачья чушь вот вот нет человек пишет что это все но уничтожение человечества и это и как вот отвечать вот ему вот он присылает я ему отвечаю что это такое и как он меня расценивает поэтому отвечать что такое как я отношусь к пиар коду я отвечу конечно конечно я отвечу но надо все-таки и меня понять и разобраться как к этому я пришел вот к такому ответу и разобраться то достаточно нетрудно у нас сейчас вся история есть в интернете у нас вся история есть в на сайтах на страницах и так далее и надо сказать что вот такой неприемлемые отношения к чему-то она же все время существует а теперь мы с вами видим что она существует во всем мире то есть нам казалось что вот у нас тут есть какие-то отказники от чего-то и каким-то это а теперь мы видим что по всему миру такие и нам пишут а что это только наши например вакцины было бы иностранные вакцины и не было бы никаких отказников ну так в америке то они против своей проверенной утвержденной все про нашу говорят наша непроверенной вот там зарубежные проверенные но там все проверенные а то точно также выходит у нас еще не выходит а там выходит ведь биться против своей вакцины файзера там и всех остальных какие у них там во франции в англии везде в англии не выходит там 90 процентов вакцинировались отказ от каких-то таких вот форм документальной фиксации личности он у нас тоже всегда был причем интересно что у нас то даже отказывались какое-то время имена называть христианские считала что это тайное имя назвать его значит человека погубить сглазить человека поэтому на руси примерно до 17 века были чаще какие-то псевдонимы вели как эти назвать имена так забыл как называется вот когда и фамилии пу впутали чтобы непонятно было кто такой и что такой якобы они так лукавого запутывали лукавый не может читать мысли и не может значит про человека знать узнав имя он узнает ангела который человеку помогает и будет знать на что ангел этот направляет человека христианский и будет именно этому противодействие но это действительно так когда у нас есть ангел-хранитель то есть наш именной ангел то он чаще всего ведет нас по своему пути он достиг святости именно такими подвигами такими значит способами и поэтому он тоже будет вас вести по своему пути и вот якобы если лукавый узнает этот путь то он на нем и будет препятствий создавать чтобы вы с него сошли ну долго не применялись имена клички всякие значит применялись даже в войсках но в общем ок первые паспорта первые паспорта ведь вообще не хотели ник они появились бумажные дворянство должно было получить эти паспорта а народ вообще не захотел ничего никаких паспортов и долго не выдавалось если уходили и нужно было паспорт так составляли ватаги чтобы не брать каждому паспорт составляли ватаги ну такие бригады и получали на ватагу металлический жетон потому что не принималась бумажные вот такая свидетельство уже потом потихонечку крестьяне поняли что с этим свидетельством ты можешь и сам существовать а так вот общий жетон значит общее разрешение и ватага пошла нет были и бумажные разрешения но отказались их принимать в государственных церковь выдавала такое разрешение как бы благословление что она посылает ватагу на заработки часть заработков будет идти на церковь и это уже такое вот благое дело и поэтому бумагу можно было взять в современное это время на многое что отказывались электричество например просто переставали ходить в храмы где появилась лампочка электрическая то есть лампочка от сатаны и все нельзя в ней в этот храм ходить и только когда уже после вот войны стали храмы возрождаться все с электричества и тогда начали ходить в такие электрические храма так все он от сан мама рассказывала мне они жили в деревне родилась она в деревне и деревня у станции горкино родниковского района хотя она уже родилась двадцатом веке но поезд значит еще паровоз еще ходил старый то есть вот первые паровозы еще какие такие были я еще сам катался на этих чух-чух-чух-чух-чух паровозящих жутко интересных и хорошо пахнущих так она говорит вот церковь в острецово было туда богомольцы ходили церковь еще где-то там в кощеева в общем шли по дороге богомольцы и если появлялся значит паровоз то они перекрещивались там в определенную сторону и горит стояли плевали на паровоз мы горит тоже бегали плевать на паровоз это это получается 16 она родилась но и до шести лет может быть они бегали плевать на паровоз но до 22 где-то до 20 какого-то года представляете паровоз не принимали теперь мы не мыслим что мы не ездим на чем-то и на чем-то нет в современное это время что мы уже не принимали мы штрих-коды каким-то идиотом показала что там одинаковые с шестеркой черточки толщиной одинаковые то что они длиннее там на какую-то часть никого не касается они одинаковые шириной они посередине стоят и все то что компьютер не может одним и тем же числом обозначать разные по длине черточки никого не касалось то что в компьютере никаких шестерок нет там только плюс или минус электрический идет в графике пишется 01 или те кто помнит первые компьютеры карточки были такие вот выбивалась пустота и и значит и картонка пустота картонка вот такой была запись этих шестерок пятерок нет все ты что не купим ни одного товара со штрих-кодом вот выкидывать все все нужно со штрих-кодом вырывали вот так вырвут товар купит вырвут выбросит такой неприятие штрих-кода ну и естественно новые паспорта я неоднократно рассказывал нас тут бачка жил который возглавил некую такую вот сопротивление новым паспортам и на меня шипели некоторые в храме некоторые ушли к нему потому что он правильный он паспорта не принимает и значит нечего тут с тобой возиться раз ты эти паспорта к нему будем ходить далеко но это же подвиг паспорт не принять там идти особым быть каким-то человеком в какой-то момент пришла из епархии мне распоряжение создать на всех своих подчиненных а я так помощник благочинного был характеристики и надо вписать номера паспортов и все данные и написать они должны были там свою автобиографию и я скрипя сердцем поехал к нему думаю как он вообще без паспорта что что он мне напишет приезжаю говорю отец леонид паспорт требуется сейчас достает новенький паспорт и все такое я сижу в таком удивляем я знать тоже маленечко какое-то такое уважение думаю надо же держится может действительно что-то там есть какие-то там буквы цифры хотя я так ничего и не понял почему их не надо принимать вот я воротец леонид а как говорят что ты против паспортов я дал дата я у тебя а мне надо ездить мне надо а кому не надо те могут отказаться и это так вот солидно царствие небесное ему нет его уже на царе они да но результат то есть у меня время от времени пишет вам человек из белоруссии пишет что как хочется приехать к отцу и они киева у меня паспорта нет меня на работу не берут мне пособий никаких не дают ну так ты гордись раз уж ты в такой подвиг вошел как это значит относится к духовному подвигу я не понимаю я не знаю если речь идет о печати то каждый раз от того что отказывается никакого отношения к печати на руке и и на лбу не имеет то есть не паспорт не наклеивает на лоб не штрих-код никто не некоторые теперь сейчас говорят что невидимые штрих-коды уже всем поставили там и и все значит это зачем штрих-коды сейчас и без этого человека камерами можно узнать и подвижая ним по направлением по каким-то этим везде все стоит все следит и без всяких штрих-кодов нас узнают где-то я читал информацию что если человек в течение дня вот так ездит на работу с работы в москве то он попадает за это время в видение 800 камер 800 камер его снимет это сзади и всем его это мешает чем ему верующие в москве они под этими камерами чем они уже значит хуже верующих которые тут без камер живут хотя я не знаю кто сейчас без камер живет у нас стоит два магазина и все с камерами а чё это 2 во всех магазинах камеры вот это сейчас сразу вспомню что во всех магазинах есть и внутренние и внешние сейчас камеры они все пишут видать для безопасности но у большинства есть так что и мы здесь подпадаем теперь под камеры ты заходя в банк с нас считывает штрих-коды там говорят когда ты кассе наклоняешься я кассе кстати сто лет не наклонялся есть аппарат который все деньги выдает снимает и все это но у меня вопрос то другой папа по всем этим документам и по всем этим штрих-кодом и pr кодом конечно или qr кодом конечно я кстати оказывается если ты переболеешь то с тебя тебе дают qr код переболевший вот мы на полгода получили уже qr код правда я получил матушка нет какая такая дурацкая это вот это госуслуги сайт не может зайти и все человек вот правильно говорят что там если человек плохо знаком как он зайдет вот я хорошо знаком я не смог зайти от ее имени на сайт прилетает код доступа ты идешь его смотреть а сайт госуслуг возвращается в первоначальное начало нужно опять все проходить дако до кода госта вот то есть хочется получить код доступа его не дают здесь вот дают и мы не знаем брать или не брать нам qr код вот кстати очень интересная сама по себе системы и технологии я когда-то когда и понял что она дает предложил в туристических объектах такие qr коды вешать на здание то есть не надо текста не надо значит а фраз человек навел на этот qr код и сразу раз not создали в шуи по моему вот в шуи я рекомендовал по моему они там сделали несколько таких вот маршрутов где qr коды показывает здесь у нас вот собирали тоже туристические маршруты выстроить я им тоже говорю а вы повесьте qr кодами сейчас это несложно делать встретил тут оказывается на памятниках теперь делать можно люди пишут имя фамилию и qr код и страничка этого человека то есть ты можешь прямо на памятнике считать и тебе покажут про этого человека все мне кажется достаточно удобно не знаю как дальше пойдет может быть еще что-то придумают но вот это уже интересно расширяет например такие возможности то есть технически то вот вся эта система это всего лишь форма текста такой форма подачи информации сам qr код вот давайте мы разберемся что такое вообще текст это мы фиксируем графически свои слова свои знания свои понимания что такое паспорт то это фиксация графически знание вас о вашей личности данных вас где вы зафиксированы как проживающий человек или еще что то что такое штрих-код штрих-код тоже всего лишь графическое написание происхождение товара кто его изготовил где его сделал цену иногда закладывать сейчас вроде не закладывают штрих хотя нет что-то там вроде считывает она цену по моему со штрих-кода там и цена заложен в этом штрих-код так что на самом деле это всего лишь графика это всего лишь такой графический язык который читает оборудование техническое поэтому само по себе вот тоже это изобретение она ничего не меняет начиная вот с этих картинок которые выбивали наши предки на камнях или резали на дереве или рисовали на бересте кончая вот этим qr-кодами ничего не изменилось это техническая форма фиксации каких-то знаний теперь форма приема этой мы об этом же речь принимать эти пиар-коды или и не принимать смотрите я не знаю как у вас но у меня паспорт есть новый у меня есть паспорт заграничный у меня есть страховой полис у меня есть проездной в метро все я перечислил ну вот вот ну еще наверное парочка каких-то документов а в этот пенсионный до пенсионной есть удостоверение вот и я их принял почему мне это надо мне так удобно меня самолет посадит если у меня что то это есть в поезд посадит у нас из иванова без паспорта не уедешь и и что как это отразилось на моей вере на моей на лбу печати или еще что-то моя возможность я вам больше скажу это расширило мои возможности я могу поехать к архангелу михаилов кремль я могу слетать в абхазию святые места посмотреть и и все остальное это как-то вот ухудшило мое состояние но не имел бы я этого паспорта или или не стал бы в пенсионном фонде регистрироваться пенсии бы не получал это как на ли на веру мою как-то влияло бы или еще что-то вот но вы уже видите к чему я клоню уже понятно мой ответ но я еще один вопрос задам а что в гроб из этого вы положите вот что вам там на том свете для прохода в царствие небесное потребуется или спасет вас от того что у вас в гробу не окажется паспорт не окажется пенсионное удостоверение что что я понимаю что нельзя такой вопрос переводить смех и такие которые сейчас отказались они прямо герои они никогда не возьмут паспорта пиар-кода мне один сказал я не буду брать я буду пациент делать но делать а чем пациент отличается то что напечатано у него не будет постоянной и о чем речь и у него не будет постоянного он будет постоянно брать все время делать платные пациенты там в течение недели что ли он действует так далее и будет предъявлять своему начальству и или еще где-то в общем я считаю что это такая форма нет ну как психолог или психиатр я не могу обозвать эту форму что это такое с человеком происходит форма страха вот я еще раз вам еще я уже много лет объясняю всем что главная печать которая на вас стоит от лукавого это страх страх этот страх написан на лицах людей человека который боится его видно у него поведение кстати вот эти камеры которые распознают там всяких преступников всяких этих все они теперь вот по поведению могут увидеть что он какой-то такой ненормальный что-то да и выявляют их по поведению вчера я видел передачу что воров практически всех в метро выловили потому что их по поведению по их взглядам и всему остальному уже можно поймать вчера показали передач как мошенников в телефонных ловит что уже там по словам по интонации так далее уже отработали программы их вылова их там оказывается в в украине прямо там миллиард долларов в год зарабатывают на русских дурочках которые попадают на телефонных монах мошенников ну я кстати здесь знаете тоже себя не буду выгораживать я тоже попадал и разговаривал правда так до денег дело и не дошло так дорогие мои страх ваш страх и есть ваша печать если вы боитесь документов которые для этой жизни существует то извините вы есть те кто запечатаны лукавым на то чтобы проживать здесь ради него сами боитесь других пугаете паспортный берешь трехход не ешь и все остальное и хотя вот так что в группу это не положите и в царстве небесном вам все равно есть у вас qr-код нет у вас qr-кода не есть у вас паспорт или нет главное ваша вера ваша любовь к ближним ваша господа любовь а все остальное конечно суета и мне очень жалко что время от времени то прямо скажу то старцев неких вижу что они вот так относятся правда я еще раз объясняю что я понимаю вот это высказывание старца время от времени поскольку она произносится сумасшедшим людям сумасшедшим людям вот я еще раз повторяю там в том же чихачева 90 процентов людей одержимых приезжает и когда им говорится на вопрос бочка брать мне паспорт или не брать вот и говорят не бери это явные указания что сиди дома вот ничего тебе болтаться с таким состоянием и с таким мышлением по по свету вот самое твое полезное дело это сидеть дома точно также откажут тому такому же человеку в пиар-коде когда qr-коде когда он придет и скажет бочка бродилю qr-код кучу в дочу вот он скажешь не бери ты что потому что такому человеку лучше дома сидеть нечего ему болтаться по цвету и людей пугать так что дорогие мои страха бойтесь предать господа бойтесь потому что когда вы не чувствуете защиты божий вот то есть вы не верите что бог посылает такую защиту в виде медикаментов виде врачей в виде значит каких-то технических средств это все господь нас так охраняет сколько ангелов нужно чтобы нас с вами охранять нет давай мы камеры поставим в метро они будут охранять люди будут охранять делать то что должны быть делать ангелы а мы отказываемся от это это кстати хула на духа святого когда помощь идет а ты от нее отказываешься из страха вот так так что если надо берите если боитесь не берите и сидите дома вам там нечего среди людей делать сидите и выздоравливайте вот так такой мой ответ а теперь как хотите ругайте не ругайте мне честно говоря все равно здоровья вам всем мои хорошие радости аминь аминь и а и и и и